В столице республики судебные приставы приостановили строительство печально известного комплекса «Два капитана». Работы были заморожены на 60 суток. Страсти вокруг возведения офисного центра на улице Энгельса в столице республики кипят уже не первый год. Подробности в репортаже Дмитрия Ковалева. Против строительства комплекса «Два капитана» выступали рядовые горожане и чебоксарские депутаты. Несмотря ни на что, работы продолжались, разрешения застройщики добились через суд. На этот раз против их деятельности выступила Эфемида. Иск регионального Минстроя был полностью удовлетворен арбитражным судом. Специалисты выявили, что рабочие возводили офисный центр с серьезными нарушениями. На строительной площадке уже начал обрушаться вырытый котлован. Повреждена подъездная дорога к 4-й гимназии. Ситуацию с дорогой под свой контроль взяли в администрации города. Пока мы провели определенный мероприятие, уменьшили нагрузку на подпорную стенку. То есть, считаем, что каких-либо критических моментов здесь нет. Угроз жизни не существует. Проезд мы организовали по прилегающей пешеходной зоне. Временный проезд. Исполнительное производство уже передали застройщикам. Если в течение 60 суток работы возобновятся, то на руководителя строительной организации наложат и административные штрафы. Между тем, в отношении директора компании, которая возводит офисный центр «Два капитана», свою проверку проводит комиссия по этике Чебоксарского собрания депутатов. Алексей Лапин получил мандат во время прошлогодних выборов. А теперь он может лишиться своего кресла. Об этом говорили участники Координационного совета по правопорядку. По тому объекту, который он планировал устроить и ввел заблуждение людей, я думаю, это правоохранительные органы разобрались. И было судебное заседание, где его признали виновным. Ну и, соответственно, он попал под амнистию. Сегодня комиссия по этике Чебоксарского городского собрания депутатов выносит на рассмотрение собрания депутатов о лишении его этого мандата в соответствии с действующим законодательством. Понятно, наверное, он это все будет обжаловать, но мы надеемся, что судебные органы в этом разберутся. Глава Чуваши отметил, что в республике и дальше будут пресекать попытки людей с криминальным прошлым пробраться во власть. Это мы надлежащим образом делали. Есть изменения действующими избирательными законодательствами. Те кандидаты, которые совершали какие-то преступления, правонарушения, они зарегистрированы не будут. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов и Игорь Зверев. Республика.